Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мир. Вы как себя ощущаете? Мир вам, мы православные христиане, людям рассказываем о Боге спасения души. Не желаете послушать? О, я... Поговорим. Задавайте вопросы. Ну, начнем с самого абсурдного, самого первого, самого банального. Докажите, что Бог есть. Докажите, что Бог есть. Так зачем же доказывать, когда ты Богом живешь? Это самое недостойное время доказать, что Бог есть. Бога бы не было, Земли не было, Солнца не было, нас с вами не было. Доказать, что Бог есть. Смешно даже. Земля, космос, все Бог сотворил. А докажи, что Он есть. Вот я показывать буду простой карандаш. Докажи, что у Него есть Творец. Ну, ясное дело, что природа же создала. У природы ума нет, а человек умный. Она не могла дать. Это Бог сотворил. По образу своему. Поэтому человек и Солнце... По творению Божию. А теперь номер два вопрос. Так, первый вопрос отвечен вам. Что еще? Ну, утренированно говорят, да. Настроение подняли. Теперь второй вопрос. Я язычник. И дело в том, что лично мне нереально смешно, когда у меня друзья, товарищи, родители, да не важно, кто пытается заставить верить в парня, который ходит по воде и превращается в голову в вино. Как вы на это реагируете вообще? В чем вопрос? Он приводится... Я вам перезадал вопрос. Как мне, язычнику, реагировать на то, что меня пытается заставить поверить в парня, который ходит по воде и превращается в воду в вино? По воде. Еще не ладно. Он говорит, я язычник, а меня пытаются убедить. Да ничего убеждать-то вам сказали, да и все. Господь говорит, идите и проповедуйте. Он не сказал, убеждайте. Мы сказали, а ты не принял. Ну, ты выбор сделал. Make your choice yourself. Do you understand me? Вот и все. Доказывать еще тут... Есть вопросы, где надо доказывать. Ширину, допустим, вашего подоконника. Я говорю, 20 сантиметров, 40. А это что доказывать-то? Вы задаете вопросы, которые очевидны. Даже про них. А то ребенку понятно. То есть, это нормально. То, что какой-то мужик... Господь сотворил чудо. И называется верующий. Верующий этому верит. А неверующий представляет Бога лживым. Это Бог. Интересно, вы меня заставите в это поверить? Или себя пытаетесь как бы напоставить, чтобы в это поверить? Уже давным-давно известно, что церковь это ОАО, что-то приносит тупо попло. Вам неверие помогает жить? Что? Неверие, неверие в Бога помогает жить? Почему я верю в Богов? Он не один, их много. Один Бог, единый, сотворивший. Выходит, один Бог недостаточен, другой должен помогать ему. Ну, может быть, у вас и один Бог. У меня Богов много. Мои Боги... Ну, а какому молитесь? Как молитесь? Расскажите, как его звать, вашего Бога? Хоть одного. Как я молюсь? Ну да, как... Ну кому? Нептуну молитесь? Перуну? Кому? Кроносу? Марсу? Юпитеру? Венеру? Милосердная фрея. Я могу предчислить бесконечно. Богов порядка 120. Кстати, в римском патионе было больше 500 богов. Ну, в древнескандинавском патионе, который я сейчас озвучил частично, в районе 125 богов, но всех я не назову. Бог единый. Я не забыл. Прямо говорит, единого веру его единого, Бога Отца Вседержителя, Творца Небу и Земли. Видим уже всем и невидимым. Одина, только видимого. Так, мы вам завестили, спорить не будем. Так, у вас вопросов нет никаких, да? Мне просто интересно. Вы можете зайти на наши ресурсы, посмотрите. Называется «Открытым оком во свете Библии». Все. Сразились на повал. Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Так, послушайте, что вам скажут. Мир вам, мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности. Не желаете послушать? Давайте. Господь Бог, Творец Неба и Земли, когда сотворил человека по образу и подобию своему, поселил в раю его. Но Адам с Евой согрешили, их так звали, нарушив единственный заповедь Божий. Господь для того, чтобы человек через это стал смертен. То есть все люди, вот сейчас сколько у нас есть, больше ста миллиардов, которые умерли, это все умерли через Адама с Евой. И для того, чтобы человека спасти, Господь послал в мир Сына Своего Ненародного, Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть для спасения человеческой души. Если человек поверит в принесенную жертву Христа, которому взял все грехи мира на себя, вися на кресте, и имеет жизнь вечную. А если человек не примет Христа в свое сердце, не будет исполнять западе Господне, он исследует вечное мучение, вечную гиену Огина. Вот так мы видим. Вы сами-то человек верующий? Да. Верующий, да? Да. Мы также говорим людям, у нас очень большой на Ютубе, я вам покажу сейчас, на Ютубе большой этот канал «Открытым оком во свете Библии». Можете даже сразу ввести, увидите. Там у нас более 13 тысяч видеороликов. Очень много полезного найдете для себя. И под этим же названием «Открытым оком во свете Библии» есть сайт и форум. Сайт и форум тоже есть. Погодите, стойте, я сфотографирую. Давайте. Сейчас, секунду. Раз, два. Три. Все хорошо, все. А вот внизу написано «Игнатий Лапкин». Это можно по скайпу выйти. Вот дедушка как раз сидит, Игнатий Тихонович. Да, и с ним любые вопросы можете ему задать по скайпу. Да. А если вы снимаете на Ютубе ролики, почему же вы тогда выглядите так, как будто вы где-то живете, обитаете, ну, типа, как будто люди, которые без определенного места жительства? Почему мы так одеты и так живем, что мы как бомжи какие-то? Ну, считайте так. У Господа не было где голову преклонить. Мы живем сами, со собой. У нас, чем человек больше другому отдает, тем это выше перед Богом. У нас все есть. Но Господь так положил на сердце, мы все время слушаем, кто нуждается в помощи, и туда спешим. И поэтому на нас что есть, это чужое. Мы эту жизнь ставим очень низко, лишь бы этой жизнью прославить Бога. Как давно вы поверили в Бога? Как давно вы поверили в Бога? Я поверил в Бога в 62-м году. Мне 80 лет сейчас. Видите, я эти ресурсы веду, тут и на Твиттере, и на Фейсбуке у нас ездят. Я после армии служил в морфлоте в ракетных частях. У меня все было, здоровье, все. Поступил в мореходку после армии, а в душе неспокойствие. И в руки мне попало Евангелие, подали. И я покаялся, обратился к Богу. Жизнь моя изменилась. Сразу начались гонения от властей, я пошел по тюрьмам. Меня 26 лет только мучили. И я вернулся, да, и видите, у меня и руки, все тут, кажется, выкручено, заморожено. Но мы остались верны, нигде не попятились перед этой властью. Этот режим рухнул, сатанинский. Теперь мы свободно, деревню православную строим. Я начальник детского лагеря, пробыл 45 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. Деревню с нуля строим, дороги, все делаем за свой счет. Скотину разводим. Что нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать, ни лгать. Вот тогда мы с человеком будем говорить. А без Бога какая жизнь? Ну, а как вы видели вообще его? Чтобы верить в него. Вы видели Бога, чтобы верить в него? Когда на все спрашивают, а ты видел Бога? А вот смотрите, у меня самый простой карандашик. И на него наконечник. Ну, проще, это проще некуда. И однако мы знаем, что сам по себе он не возник. Его кто-то сделал. А тут человек сотворен. Глаза, уши, сочленения, звери, насекомые, космос. Кто сотворил? А у него творца нет. А кто? Откуда взялось-то? Бога доказывать не надо, что Бог есть. Сказал, безумец в сердце своем нет Бога. Безумец. 13-й Псалом 52-й. А Боге кричит небо и земля, что Он творец. Они прославляют и вода, и солнце, и луна. Получается, по вашим словам, мы все сотворены от Бога, а не от обезьянок. В смысле? Ну, вы сами решите. Откуда бы взялось все? И такое разнообразие в воде, на земле. Ну, на земле есть комар, и есть слон. Ну, как из комара слона слона сделает? А то все из амебы. Ну, оно бы все одинаковое было-то. И сегодня из амебы ничего не будет. Амеба остается амебой. Бог чудом наполнил весь мир. Вот какие косяки, видите, что дерево, бумага. Это все Бог дал. Земля, по которой ходим, источники воды. А где Бог? Докажи. Бог не видим. Он видим в творении своем. Вот сейчас, скажем мы, со скоростью 300 тысяч километров в одну секунду, миллиарды световых лет, и там Бог. В новой галактике открытой, и там Бог. Ему нету места и причины. Он вечный, всенаполняющий. Понятно. А еще можно один вопрос? Сколько вам YouTube за это платит? За что? За что? За это? Господь награду обещал за гробом. А здесь нам платят ударами, насмешками, предательством. И мы все должны вынести ради Христа. За правителей молиться, которые народ ограбили буквально. Мы же заходим сюда не для того, чтобы выставлять ролики в YouTube, чтобы заработать что-то на нем. А для того, чтобы люди видели жизнь, как живут христиане православные. И стремились к Богу. То есть, вот даже если человек неверующий, то тоже, чтобы стремились к Богу. Ну вот у меня на этот YouTube, который показывали сейчас, у нас там 30 тысяч подписчиков. Просмотров 30 миллионов. Но все о вере говорится. Там много не будет людей. А что-то нарочно скажут там. Это, этот ролик взорвал интернет. Что ж, голые женщины идут сзади, видать. Они взорвали. И чем они взорвали? На том, что она шла. А нет, а когда мы говорим о Боге, что отрекись от самого себя, живи для Бога, жертвуй всем. Разве авторитетно это будет? И несмотря на это, 30 миллионов просмотров. Разве вам нравится так жить? Нравится, это наша жизнь. Чисто антицентрир. У нас все есть, мы все имеем. И нам не стыдно перед людьми, перед многочисленной аудиторией. Никогда. Вот вы на меня смотрите, какое. А какая моя работа? Вот до последу я одновременно преподавал в пяти университетах. Три радиопаркраммы регулярно вел. Одна онлайн-часовая была. В 13 школах. Во всех отделах милиции. Во всех воинских частях. Ни одного коммуниста, ни одного неверующего, ни одного баптиста туда не приглашали. А только меня. Почему? Потому что я отвечаю абсолютно на все вопросы. И вот на сайте вы зайдете. И здесь на сайте, на нашем, я ответ даю на 4124 вопроса, разбитых на 55 папок. Я всю жизнь учусь. Это Бог мне дает. Вот в моем-то возрасте, ну где их, ты увидишь, пенсионеры. Будут они тут сидеть? А мне 80 лет уже в этом году. Нет. Впереди все у вас еще. Вы будете Бога искать. Будете вопиять к Нему очень громко. И Господь прострет руку свою пронзенную. Я на моих глазах людей убивали. А меня Бог защищал, как будто вокруг меня черта какая-то. Ни одним пальцем никто не прикоснулся. Ни в тюрьмах, ни в лагере. Я везде свидетельствовал. Преступники каялись. Оставляли свой позорный образ жизни. За что сидели? За что? За слово Божие. За проповедь. Я первой в стране насчитал архипелаг ГУЛАГ распространил. И брал интервью репрессированных. Это история нашей страны. Но власть судила нас за это. Я в 86-м только последний раз судим был. А потом реабилитировано. Теперь все. А сколько лет сидели? Да хватило как раз. До самой последней. А сколько лет сидели? Меня только психиатрия 26 лет мучила. Не выпускали. 26 лет. Я вам сообщил, что жизнь еще ни одной таблетки не съел. Почему? Бог дает силу. Вы учтите, что это не 60 лет, а 80. И Господь позволил такой путь пройти. И нигде не повернуть назад. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Следователь обратился. Принял крещение троекратным погружением. Ночью со мной рядом преступники становились молитвами. Меняли жизнь. А неверующего никому не нужен. Бог дал нам победно пройти по этой жизни. Разгонять тьму, являя свет. А как вы думаете, то, что сейчас у нас происходит в мире, это нормально? Что-то немного упадет. То, что сейчас происходит в мире, это нормально? Никогда в мире не было нормально. Тем более приближается пришествие Антихриста. Народ должен полностью разбратиться. Вот это, что мы находимся здесь. Ну вот, зашли сюда. Так мы только помочь отожидаем. Рулетка. Тут половина, больше половины мусульмане, многоженцы. Остальные голые, голову прячут где-то. Это яма позорная. Но мы сюда пошли, в глубину ада спустились. И уже сколько человек пожелали беседовать. Один теперь просится к нам. Сегодня так и говорили. А будет ли конец света? Что? Повторите еще раз. Будет ли конец света? Будет ли конец света? Обязательно. Вот мы вам показали, какой наш Ютуб. Вот мы с вами говорим, это в Ютубе уже дней через 10 будет стоять. Вы себя увидите, как вы беседовали. А, да? Ну, конечно. Ну, серьезно, меня выйти на Ютуб укладывать? Да. Мы вот с вами разговариваем. И у нас на подконтроле в двух местах снимается полностью все. Понятно. Но вы если зайдете на наш канал, если зайдете, вы увидите, что мы всю свою жизнь снимаем. В деревне там что происходит, что мы делаем, работаем там, молимся. Или вот здесь, мы сами с города Барнува, Алтайский край. Вот сейчас с вами беседуем. А я из Сибири, Красноярского края. Красноярский край. А это соседи наши. А вы в самом Красноярске живете? Да, да. Ну, я вам дам направление. Вы пойдите в кафедральный собор, и там преподает законы, законы, это толкование Библии, Соболев Юрий. Он в государственном университете преподает и в академии. И одновременно ведет работу. Представь, какие у него знания. И скажите, я по... Вот здесь мы были, встречались. Ну и назовите меня. Вот у меня внизу написано мое имя, фамилия. Игнатий Лапкин. Это прекрасный человек. И он рядом с вами, он ответит вам на вопросы. Ну, все. Значит, получается, то, что вы сейчас снимали, я через 10 дней... Ну, может, и через 10, может, больше, потому что у нас много материалов. Мы не успеем... Я каждый день выставляю 10 роликов. 10. Каждый день. Притом разное. Потому что у нас большие материалы. Златоуст насчитано, Житие Святых, Библия, Архипелаг Гулаг насчитано. И по одному ролику мы ставим. Ну, все. Так, вопросов нет больше у вас? Я пойду дальше. Всего с Богом. До свидания. ...именя грешного. Говори. Мир вам и православные христиане, людям рассказом о Боге, о спасении души, о вечности. Не желаете послушать? Давайте. Бог Творец, небо и земли послал в мир Сына Своей Неродного Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своей Неродного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть Бог ставит перед человеком, которого сотворил по образу и подобию своему. Образ в чем заключается? Что человек может выбирать между добром и злом от его свободной воли. Но за все придется отвечать. То есть за каждый грех совершенный, ну и дела добрые тоже придется отвечать перед Богом. Господь, чтобы мы, так как человек состоит и души, и тело, то есть наша душа бессмертна, и после того, как мы умрем, душа наша отходит на суд Божий. И чтобы нам не погибнуть в вечности в гиене огненной, Господь для этого послал в мир Сына Своей Неродного Иисуса Христа. И вот эта жертва, что он принес себя на кресте, он взял все грехи мира на себя. Если человек поверит в эту жертву, тогда он имеет прощение грехов и жизнь вечную. То есть после того, как ты умрешь, ты еще будешь жить вечно со Христом в царстве Его. И мы еще также людям рассказываем, что у нас, мы сами православные, Господи, благослови, и вот у нас есть православный канал. Вот я вам сейчас название покажу. Это «Открытым оком во свете Библии». У нас там более 13 тысяч видеороликов. То есть много поучить найдете для себя. Там у нас православная деревня строится с нуля. Так ты про сайт объясни. Да, что у нас сайт еще есть под этим же названием и форум. Такое вверху. Я увидел. Я увидел. Увидели, да? Я увидел. Теперь, если вы пожелаете по скайпу выйти, вы можете выйти на меня. Внизу фамилия, имя. Игнатий Лапкин. Задать вопросы, как их. Вы себе запишите, чтобы можно было. Если у вас какие-то вопросы есть, в данный момент можете задать вопросы свои? Так как бы особо вопросов нет. Не задумывались. Я не знаю. Я меня как-то необычно видеть таких людей в такой сфере интернета. Видите, Господь говорит, идите проповедуйте Евангелие всей твари, то есть всем людям. Независимо. Господь говорит, я пришел спасать не праведников, а грешников. То есть мы для этого сюда спустились, в эти преисподние места, можно сказать, потому что здесь большинство разврат творится в чат-рулетке. Чтобы здесь, чтобы сеять Слово Божие. Один вопросик такой возник. А как вы дошли до этого, то что, я не знаю, в чат-рулетку зайти и объяснять людям, я не знаю, какие-то вопросы? Чат-рулетка мы посмотрели здесь. Это дно ада. Дальше отпускаться некуда. Нет, он говорит, как мы дошли до чат-рулетки, что захотелось? Ну так дошли, что... Я, в принципе, понимаю то, что, ну, как вы говорите, это, ну, очень плохое место, в которое люди не должны заходить сюда. Просто как вы сами дошли сюда, и я не знаю, кто вам подсказал? Я сейчас подсказываю вам. У меня близкий человек, брат родной, по вере, Сергей Козлов. Когда ему было 30 лет, в 2002 году, они купались там, и он ударился головой одно, и семь позвонков были сломаны. И он в 17 лет лежал парализованный. И вот он на людей выходил. Вы можете написать, Сергей Козлов, иконописец, и сразу на него выйдете. И он две недели, примерно, назад умер. Но перед этим у него были ролики, там, беседы с людьми, и он зашел сюда, в чат. А мы не знали, у него два ролика. И когда он отошел, смотрим два ролика, дальше-то нет, он умер. Я тогда попросил, Господи, дай мне войти сюда и продолжить дело брата Сергея. Помоги мне, Господи, потому что у меня огромные ресурсы, сайт, форумы, в Твиттере везде есть. А мне-то 80 лет, не два года. И тогда мы сюда зашли, и нашли много, уже много нашли, у нас роликов больше 20. Мы все записываем. Какие люди, как обращаются и желают дальше встретиться и даже приехать в нашу деревню. Вот. Вы могли бы не разговаривать-то. А мы молились, и мы верим, что по молитве нашей Господь вас вывел на нас. Не, ну, в принципе, я вас увидел, вы меня заинтересовали. И, как бы, вы знаете, словесно оно не выскажет, что на душе у тебя сейчас, например. Вот. В принципе, я не знаю, как объяснить это все. Короче, простыми словами говоря, я рад был вас увидеть и то, что вы сказали. Мне, в принципе, интересно было с вами пообщаться. Библию, Библию. Дай-ка. Вот смотрите, вот, если пожелаете в скайп выйти, вы мою фамилию и имя запомните. Да, 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 я запомнил. И в скайпе, только чтобы у вас не было очков, и прямо смотрели, ни ников, ни аватаров не было. А по своей фамилии, как и мы идем. И приготовьте вопросы, можете с товарищами прийти. И я вам буду отвечать на ваши вопросы. А это независимо, какие политика, экономика, социология, будущее мира, как будет. Я отвечу вам на любой вопрос. Я 56 лет этим занимаюсь. 56 лет. Спасибо. Рад был с вами пообщаться. Всего вам доброго. И чтобы у вас все получилось в вашем движении. И мы желаем вам духовного спасения, веры во Христа и жизни вечной со Христом. Спасибо. Всего доброго. До свидания. И помилуй меня грешного. Все, скорее отключил. Мало того, еще можно сейчас занести нас в черный список. Как долго надо искать. А нигде лучше-то нету. А, мы на Белоруссию не зашли. Дай-ка на Белоруссию зайдем. Что-то там, может быть, и есть в Белоруссии. Мы по ней ездили, нам понравилось. Ни одного черного там нету. О, там птичка была у него. Если такое намазано, другое там еще не будет. Видишь, как до шеи. Какая морда светится. Видишь, щека одна видать. Головы нету. Тиргизия была только что. Так. И все, жуются, что-то пьют, едят. Другого нет. Боятся пропустить. Даже на 20 человек одного не получается. Человек 30-40 пролистаешь. И тогда только. Все. Вать мне сидит. Она думает, это сказали, это заинтригует. И сейчас свечи. А я, говорит, зажгла свечи. Он с работы по лужой пришел. Тут смотри, говорит, наш. То ли с катушек съехала. Так переходи, говорит, что ты там в кухне спишь-то. Я, говорит, и до кухни уже дойти не могу. Парни, вахту дали нести. Видишь, как погружить. Кто такой? Все-таки поймешь. Со столом разыгрывает какую-то пьесу. Там фильм показывали. Фильм? Да. А может быть и так. Ох как. Даже дышать нечем. Все замутал. О, я вас видел как-то.